Всем привет! У нас 8 часов вечера, 20 минут уже 9-го. Мы ещё на работе. Я сейчас закончила свою работу, почистила своё рабочее место, оставила в порядке, чтобы завтра человек другой пришёл и всё нашёл чистенько. И хочу я показать и рассказать, что же я делаю в Швейцарии, потому что очень многие спрашивают. Ну, те друзья, с которыми я давно дружу, они уже видели, я пару раз снимала такие видео. А те друзья, с которыми я не очень давно дружу, ещё не знают и не видели. Вот я сейчас и покажу. Ну, фирма у нас небольшая, стратегических объектов, кроме вот этих мусорных ящиков, здесь нет. И поэтому я так думаю, что если я сниму видео и сниму процесс изготовления кое-каких деталей, меня за это не оштрафуют и не арестуют. Пойдёмте в цех. Это вот рабочий стол нашего рабочего шефа. Тут у него детальки всякие, образцы и всё такое прочее. Направо большой цех, где я сегодня работала. Там выключили свет, и я боюсь туда идти. Вдруг там какой-нибудь бабайка. Ну, там в основном у нас лежат материалы, пакеты, стоят вот уже готовые, приготовленные мешки, картонные коробки огромные, то есть для отправления заказчикам. Это вот у нас, так сказать, предбанник. Кофе-автомат, конечно, не бесплатный, стоит 60 раб. Раба – это цент швейцарский. Вот, пожалуйста, выбирай любой. У нас есть специальные ключики, в которые мы вкладываем денежки и пьём кофе. Вода. Автомат для воды нам недавно поставили. Ну, вода бесплатна. Даже бутылки дали с надписями, именные бутылки. Идём в цех. Это основной цех, где стоят порядка 15 машин. Здесь кабинет шефов. Офис, так сказать. Я сейчас открою. Там темно, но вот здесь наши шефы сидят. И руководят, сидя. Шефов у нас три. А сотрудников тринадцать. То есть у нас получается на каждого шефа по три, по четыре, целых три десятых человека. Вот такие вот. Есть машины-автоматы, которые детали делают, выдают в коробке, а потом мы их уже сортируем. Вот, например, я сейчас покажу. Как раз у меня сегодня муж эти детали штампует. Вот идёт такая лента. Детальки падают в коробку. Машина штампует сама. И потом мы эти детальки, что это такое, куда они идут, я не знаю. Складываем в коробку вот так и в коробочку. Клеим этикетки. Сколько штук внутри содержимое, как называются. Вот. Вот это вечерний шеф. Это мой муж Хельмут. Грязные сегодня, потому что весь в масле. Протекла машина одна. А масло горячее. Бедное. У меня сегодня все руки обжёг. Вот ещё одна у него работа. Он вечером все машины смотрит и ремонтирует. Вот такие чёрненькие штучки. На них написан номер. И надо их отобрать. Это восьмёрка. Ахт миллиметр. Восемь миллиметров. А есть ещё шесть и два, по-моему. Нур ахт? Гипте сандеры? Окей. Сегодня делает только это. Машины большущие, тяжеленные. Горячие. Чтобы отстамповать деталь, пластмассу нужно растопить. И чтобы её растопить, надо как минимум от 150 до 400 градусов разогреться. Так что бывает... Хельмут у меня с такими ожогами ходит. Он что-то ещё хочет показать. Тут что? Это ангус называется. Вот это вот... Выбрасывается. Иногда перемалывается. Смотря сколько материал стоит. Бывает материал дешёвый. Его выбрасывают. А бывает дорогой. Его перемалывают и снова пускают в производство. Вот тут уже приготовленные для отправки заказчику коробки с деталями. Здесь заготовки для сила. Я потом вам покажу. Нет, это хельмут у меня делал вот эти. Вот их надо рассортировать тоже по номерам. Почистить немножко, запаковать в коробки и отправить. Мешки с материалом. Там тоже человек работает. Вот мы вечером втроём работаем. Бесник! Бесник! Халло! Ну, тут у нас туалет. Я его показывать не буду. Вот здесь у нас столовая. Мы тут кушаем. Есть у нас микроволновка. Чайник. Вода горячая, холодная течёт, чтобы помыть посуду. Ну и шкафчик. Тут у каждого своя полочка. Всё чистенько, аккуратненько. Мы, конечно, сами убираемся. У нас нет уборщиц. Но пытаемся содержать всё в чистоте. Есть здесь ещё одна такая комнатка потайная. Это моя любимая комната. Здесь в основном работаю я. Вот она. Вот она комната. Я здесь делаю розетки. розетки, выключатели, предохранители. Что-то ещё какие-то детали. Но, честно говоря, я иногда даже и не знаю, как деталь-то называется. Делаю да делаю. Есть вот здесь такое огромное-огромное дерево. Не знаю, сколько ему лет. Лет, наверное, 30. Надо его, кстати, полить. Драцена. Это осталось от предыдущих хозяев, которые работали на фирме. Здесь у меня есть коллега, который здесь работает уже 25 лет. При ней сменилось трое или четверо хозяев, шефов. А это дерево всегда здесь. Ребят, вот это запасы туалетной бумаги. Ну, это тоже. Вот говорила я, что ничего нет стратегического. А вот, оказывается, есть. Вот такая бумага. Вот такая гора бумаги. Так вот. Ну что? Что я делаю? Процесс изготовления какой-нибудь детали я сниму отдельно и покажу. Потому что сейчас уже половина девятого. Пойду помогу немного мужу разобраться там в этих его деталях. И в девять часов мы уже закрываем фирму и рулим домой. Всем хорошего настроения. Если есть вопросы, спрашивайте, пожалуйста. Я всегда отвечу.